Давайте пройдем, посмотрим на некоторые простейшие задачи олимпиадные, относящиеся к этой тематике. Ну вот в частности, первая задачка будет такая. Каретка прибора прошла путь С, С, давайте зададим 0С, следующим образом. Половину пути она двигалась со скоростью в 12 метров в секунду, а вторую половину пути с постоянным отрицательным ускорением. А, причем меньше 0, а меньше 0. В конце движения она остановилась. В конце движения она остановилась, то есть V конечная равно 0. Найдите среднюю скорость движения каретки. Найдите среднюю скорость движения. Для рассмотрения такой задачки вспомним выражение для средней скорости. Очевидно, что здесь одномерное движение, поэтому перемещение вектор или радиус вектор можно рассматривать в качестве только одной координаты. И для средней скорости у нас будет просто Δs делить на Δt. Дельта С делить на Δt. Δs в данном случае просто S. А Δt это полный интервал времени, который пройдет в, собственно, наша каретка. Значит, можно представить, как видят Т1 плюс Т2. Два участка. Т1 найдем из условия постоянства скорости и того, что здесь у нас S пополам. ВТ1 равно S пополам. Отсюда Т1 равно S делить на 2В. Второе время это время, за которое каретка двигалась с отрицательным ускорением. Мы можем написать, что также S пополам равно АТ2 в квадрате пополам. АТ2 в квадрате пополам. При этом можно записывать двумя способами. Можно написать вот так, а можно написать, я опять же напишу в скобочках, напишу, что это V минус... Ну, здесь я А буду сейчас посчитать по модулю. Давайте как-нибудь это формализуем. Давайте так вот. Минус А пускай будет меньше нуля, а А будет по модулю... То есть А будет величиной положительной. Тогда будет V минус А... Сейчас... V на Т2 минус АТ2 в квадрате пополам. Можно было бы записать вот таким образом. Но буквально через минуту будет ясно, что эти величины абсолютно одинаковы. В данном случае движение идет с постоянным ускорением. То есть по времени у нас будет ускорение постоянно. Скорость будет падать. V... V... T до нуля. И если здесь была начальная скорость V с ноликом, V... То... Начальная скорость была здесь V... То путь, который пройдет данная каретка, тормозясь... То есть вот такой вот путь... Он будет в точности равен тому же пути, который прошла бы эта каретка, ускоряясь от нуля до той же самой скорости V. То есть эти треугольники по площади были бы равны. Поэтому можно записывать как вот так вот, так и вот так вот. Ну, наверное, более короткая форма записи, чуть-чуть более удобная. Вот этот треугольник по площади совпадает вот с этим. Итак, АТ2 в квадрате пополам. Отсюда мы можем найти Т2. Ну, единственное, что нам нужно найти А. А ускорение А будет равно... А на Т2 будет равно скорости. Опять же, это эквивалентно тому, что у нас двигается вот таким образом. И значит, А равно В, зеленый на Т2. И если мы подставим его сюда, получим... ВТ2 в квадрате делиться на 2Т2. Т2 сократится. И будем иметь ВТ2 пополам. Ну, имеем вот это выражение. Отсюда... Отсюда двойки уйдут. И Т2 будет равно С делить на В. С делить на В. С делить на В. Ну, соединим эти два. Получим, что средняя скорость. В средняя будет равно полный путь делиться на Т1 плюс Т2. Делиться на С делить на 2В плюс С делить на В. Все кратим. Перевернем. Одна вторая плюс один будет три вторых. Получим две третьих. Вот такой вот достаточно простой расчет. Что здесь можно было бы нарисовать в качестве иллюстрации? Ну, помимо вот такого перехода от ВТ, от ВТ минус АТ квадрата пополамка, АТ квадрата пополамка, можно еще нарисовать зависимость скорости от времени. Здесь В, здесь Т, здесь скорость постоянная. А здесь, начиная с какого-то момента времени, скорость начала падать. Причем ускорение также постоянное и отрицательное. Здесь Т1, соответственно, здесь Т2. Среднее значение скорости может быть представлено в виде суммы двух кусков. Ну и, используя выражение для пути, здесь видно, что С пополам равно В на Т1. А из вот этого кусочка тоже С пополам равно В пополам на Т2 умножить на Т2. Отсюда Т1, а отсюда выражается Т2. То есть, из вот этого выражения получаем, что Т1 равно С на 2В. А из вот этого выражения Т2 равно С делить на В. То есть, вот эти два выражения, которые здесь получены для времен. Видно, что они в точности совпадают с теми выражениями, которые мы получили путем алгебраической записи. То есть, путем записи решения через выражение для скорости. Но из графика они получаются существенно быстрее. Существенно быстрее, существенно легче. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...